Здравствуйте дорогие друзья! Используя пакет Keras на этих занятиях, мы с вами много раз обучали модель путем вызова такого вот метода fit. Пришло время подробнее с ним познакомиться, увидеть его возможности и особенности. Вначале определим тестовую модель для простой классической задачи распознавания изображений рукописных цифр. Я перейду вот в эту программу PyCharm, и здесь эта программа уже представлена. Мы ее в принципе много раз уже прописывали, поэтому я подробно объяснять уже не буду. Здесь мы подключаем зависимости, устанавливаем зерно датчика случайных чисел. Затем здесь идет загрузка уже непосредственно обучающей выборки и тестовой, ее стандартизация и приведение выходных значений к требуемому формату one-hot векторов. Далее у нас описывается такая вот простая модель нейронной сети, то есть полносвязанная нейронная сеть. Ну и затем вот с помощью метода compile мы задаем оптимизатор, функцию потерь и метрику. Ну а далее вызываем метод fit, где передаем входные данные, требуемые выходные, размер батча и число эпох. Если запустить эту программу, то эта нейронная сеть начнет обучаться, и далее мы ее можем использовать для каких-то различных задач. Так вот, у этого метода fit есть много вспомогательных параметров, которые полезно знать для обеспечения контроля за процессом обучения нейросети. Рассмотрим наиболее значимые из них. Вначале посмотрим, как можно определять выборку валидации, по которой мы контролируем процесс переобучения. Если обучающий набор данных нам представлен в виде NumPy массивов, так как это происходит в этой программе, то выборку валидации можно определить двумя способами, по крайней мере двумя способами. Первый способ, и наверное наиболее простой, это воспользоваться таким вот параметром validation split у метода fit и определить у него некое число, задать число от нуля до единицы. Это число и будет определять долю наблюдений, которые будут взяты из обучающей выборки. Причем они будут браться последними и до перемешивания. То есть смотрите, если мы вот здесь вот пропишем вот такой вот параметр, validation split, и укажем значение, допустим, 0,3, то будут взяты последние 30% наблюдений из вот этой вот выборки x-train и y-train до их перемешивания. Как мы знаем, вот этот вот метод fit по умолчанию перетасовывает наблюдения выборок на каждой эпохе. Так вот, вот эти вот 30% будут браться именно до перемешивания, а остальные 70% уже будут участвовать непосредственно в обучении. Если нас не устраивает такой встроенный механизм разбиения обучающих данных, то мы можем это сделать самостоятельно. Для простоты давайте предположим, что первые 20% наблюдений отведем как раз для выборки валидации, а остальные 80% превратим в набор обучающих данных. Вначале мы определим здесь вот долю тех наблюдений, которые будем брать для выборки валидации, ну и затем определим индекс, по которому будем разбивать вот эту вот исходную обучающую выборку. Она будет определяться очень просто. Вот эта функция sale – это округление до наименьшего целого. То есть мы будем брать размер вот этой вот выборки, умножать на вот эту вот долю и округлять до наименьшего целого. Ну а чтобы мы могли воспользоваться вот этой функцией sale пакета numpy, мы его импортируем вот здесь вот выше. То есть пропишем import numpy snp. Вот таким вот образом. И соответственно здесь у нас уже нет никакой ошибки. А далее мы сформируем эти выборки. То есть вот здесь вот первые 20% будут отведены к выборке валидации, ну а остальные 80% уже будут использоваться непосредственно для обучения нейронной сети. Далее вот здесь вот в методе fit мы должны явно это указать. Ну во-первых вот вместо xtrain мы уже пропишем xtrain.data. Здесь соответственно ytrain тоже будет data. А вот вместо validation.split мы воспользуемся другим параметром, который называется validation.data. И здесь уже укажем кортеж, состоящий из выборки валидации. В данном случае она называется у нас вот так вот. xtrain.val. Ну и соответственно ytrain.val. Все, теперь у нас при обучении будет использована своя выборка валидации и своя обучающая выборка. Если мы запустим процесс обучения, то соответственно вот здесь вот увидим точность. И после каждой эпохи вот этот вот выборка валидации, которая у нас сформирована, вот здесь вот участвует для проверки качества обучения нейронной сети. Однако помимо массивов NumPy, наборы данных для обучения модели могут быть представлены и в виде тензоров, непосредственно пакета TensorFlow. Часто для этого используется специальный набор утилит вот по этой ветке tf.data. Подробная документация по нему доступна вот по этому адресу, и ссылка на него будет под этим видео. В частности вот здесь вот в программе мы можем сформировать обучающую выборку, используя вот такой вот класс dataset с набором обучающих данных. На выходе мы получим экземпляр вот этого вот класса, который будет содержать наборы вот этих вот наблюдений. Далее мы можем перемешать эти наблюдения и разбить по батчам. В данном случае размер мини-батч составляет 64 элемента, а вот этот вот параметр bufferSize определяет число элементов в буфере, из которого случайно выбирается по одному элементу на каждой итерации при перемешивании. В итоге вот эта вот выборка будет стоять из перемешанных значений наших обучающих данных, разбитых по батчам. Теперь достаточно вот в этом методе fit прописать уже вот этот вот параметр trainDataSet, ну и определить число эпох, допустим 5 эпох. Запускаем процесс обучения и, как видите, вот сейчас начнется обучение и никаких проблем при этом не происходит. Сеть у нас обучается вполне успешно. То есть вот здесь вот в методе fit мы можем использовать и наборы представлены в виде массивов NumPy и в виде тензоров пакета TensorFlow. Но если применяется вот такой вот объект, dataset, с разбивкой по батчам, то параметр batchSize здесь в методе fit уже не имеет значения, потому что будет использована уже вот эта вот разбивка с числом элементов 64 в каждом батче. Кроме того, используя такую вот коллекцию, данные на каждой эпохе будут браться с самого начала, то есть они будут сбрасываться. Поэтому сеть будет учиться на одних и тех же последовательностях наблюдений от эпохи к эпохе. То есть параметр shuffle здесь не применяется. Если мы, допустим, вот так вот дополнительно напишем shuffle true, то он не будет иметь никакого смысла. То есть вот это вот перемешивание вот для такой коллекции, для тензоров, не происходит. Вот это следует иметь в виду. Ну, а если мы хотим еще здесь добавить выборку валидации, то это делается только одним способом. Мы должны также создать вот эту вот коллекцию, стоящую уже из выборки валидации, ну и затем с помощью параметра validation data передать ссылку на эту коллекцию. И если теперь запустить процесс обучения, то на каждой эпохе у нас будет использована вот эта вот проверочная выборка. Далее. В методе fit можно прописывать два вот таких вот параметра. Steps per epoch и validation steps. Что они означают? Если мы зададим вот этот вот первый параметр с каким-то числовым значением, то это будет означать, что в пределах одной эпохи мы будем проходить по батчам, число которых указано вот как раз вот в этом параметре steps per epochs. То есть, например, если мы здесь укажем значение 3, то за одну эпоху будет использовано 3 мини-батча для обучения. А на следующей эпохе будут взяты следующие 3 мини-батча. То есть здесь уже процесс не сбрасывается. То есть мы не переходим на начало вот этих вот наблюдений на каждой новой эпохе, а продолжаем с того места, где остановились. Иногда вот такой подход бывает полезен, когда у нас данные непрерывно поступают на вход, и нам не нужно сбрасывать вот эти вот коллекции, а продолжать обучение сети по новым данным. Давайте посмотрим, как работает вот этот вот параметр. Если вот здесь вот прописать его со значением 100, то на каждой эпохе будут браться 100 мини-батчей. Ну и, соответственно, в 5 эпох мы получим 500 мини-батчей. То есть наша выборка должна содержать 500 мини-батчей, чтобы вот этот вот процесс обучения прошел успешно. Давайте запустим вот эту вот программу и посмотрим, что у нас получится. Значит, обучение прошло все 5 эпох и никаких проблем нет. Но вот смотрите, что будет, если мы вместо 100 запишем 300. У нас всего вот в этой выборке должно быть полторы тысячи мини-батчей, чтобы прошел успешно вот этот вот процесс обучения. Запустим его и увидим, что у нас получится. Значит, смотрите, вот здесь вот произошло предупреждение, возникло предупреждение вот такое вот, что вот эти вот мини-батчи у нас закончились. То есть должно быть полторы тысячи мини-батчей, а у нас на самом деле гораздо меньше. Поэтому, когда мы используем такой вот параметр, нужно быть уверенным, что у нас вот в этой обучающей выборке достаточно мини-батчей. Вообще, как правило, вот этот вот процесс обучения запускается без этого параметра. Вот таким вот образом, как мы это делали много раз. Но иногда он все же требуется для более тонкой настройки и для исследования процесса обучения. Поэтому полезно знать эту возможность метода fit. Ну, а второй параметр validation steps задает число мини-батчей, используемых в проверочной выборке. Например, если мы вот здесь вот запишем вот этот вот параметр со значением 5, то вот из этой проверочной выборки на каждой эпохе будут браться только первые 5 мини-батчей, а все остальные будут просто игнорироваться. Опять же, запустим этот процесс обучения и убедимся, что все работает. Да, действительно, у нас на каждой эпохе уже используется здесь проверочная выборка, но в ней берется только первые 5 мини-батчей. Далее, в методе fit можно прописывать еще и два вот таких вот параметра. За что они отвечают? Вот смотрите, как известно, обучающая выборка данных должна быть сбалансированной. То есть, каждый класс должен быть представлен примерно одинаковым числом наблюдений в этой обучающей выборке. Иногда это условие не выполняется, а следовательно, обучение может пойти не самым лучшим образом. Для исправления такой ситуации в Keras можно дополнительно указывать веса для выходных значений, которые будут учитываться при вычислении функции потерь. Ну, например, представим, что у нас есть вот такая вот нейронная сеть, у нее n входов и m выходов, и если обучающая выборка сбалансирована, то веса у всех выходов следует взять равными, ну, обычно единичными. Здесь в примере полагается, что у нас 10 выходов, ну, и, соответственно, они пронумерованы от 0 до 9, и, соответственно, 10 единичек для каждого выхода. Тогда результирующий выход y пред для функции потерь, обратите внимание, только для функции потерь, будет определяться вот таким вот выражением. То есть, мы будем брать реальное выходное значение, умножать на соответствующий вес, ну, и получать, соответственно, текущее значение, которое затем будет уже использовано для вычисления потерь. То есть, если мы хотим в нашей программе оперировать вот этими вот весами, то это делается следующим образом. Вначале вот здесь вот, конечно же, мы должны прописать веса для выходов. Ну, допустим, вначале мы возьмем вот такие вот единичные, а затем с помощью вот такого вот параметра, classWeight, указать, соответственно, вот этот вот словарь. То есть, в данном случае classWeight равняется classWeight, то есть мы даем ссылку вот на этот вот словарь. И если мы запустим сейчас процесс обучения, то у нас он пройдет абсолютно так же, как мы это делали ранее. Потому что веса все равны, мы ничего не поменяли. И давайте посмотрим. Вот после пяти эпох у нас получается примерно вот процент на обучающей выборке 98%. То есть, точность классификации 98%. А теперь давайте вот этот вот первый выход установим в значении 1000. То есть, мы тем самым указываем нейронной сети на этот первый выход обращать особое внимание. То есть, в данном случае классификация цифр 0 будет иметь превалирующее значение. Опять же, запустим процесс обучения и посмотрим, как это повлияет на его качество. Смотрите, вот этот вот показатель качества уже растет гораздо медленнее, чем раньше. И он теперь составляет вот после пяти эпох примерно 88%. То есть, там было 98%, а тут стало 88%. Это как раз вот потому, что он сосредоточился на классификации вот этой цифры 0, а на остальные уже обращал меньше внимания. Ну, а вот этот вот второй параметр, sample weight, он позволяет устанавливать вес уже для отдельных наблюдений выборки. Зачем это нужно? Вот смотрите. Бывает так, что написание некоторых единичек очень может быть похоже на написание семерок. И нам бы хотелось, чтобы нейронная сеть внимательнее относилась вот к таким вот изображениям. Для этого достаточно соответствующим наблюдениям задать больший вес с помощью вот этого вот параметра sample weight. Давайте я покажу простой пример, где мы всем изображениям единичек присвоим вес 5, а остальным изображениям присвоим вес 1. Посредством пакета numpy это делается очень просто. Мы вот здесь вот создаем вот такой вот вектор длиной в обучающую выборку x-train, а затем для всех меток изображения с единичками, то есть для изображений, где единички нарисованы, мы присвоим вес 5. Ну и чтобы у нас вот эти вот две строчки работали, их нужно записать выше вот здесь вот. То есть до того, как мы вот делаем вот такое вот преобразование с выходными значениями, мы пропишем эти строчки вот здесь вот. Потому что вот после вот этого вот преобразования у нас y-train уже будет представлять не числа, а one-hot-векторы. Поэтому мы вот эти вот строчки должны записать вот здесь вот. После этого вот здесь вот ниже мы в методе fit пропишем уже непосредственно вот здесь вот x-train, ну а здесь мы укажем y-train. Число эпох пусть будет 5, проверочную выборку мы уберем, а вместо class weight мы воспользуемся параметром sample weight. Ну и соответственно передадим вот эту вот коллекцию sample weight, которую сформировали вот здесь вот выше. Запустим процесс обучения. Ну и после пяти эпох мы получили примерно ту же самую точность, что у нас была и раньше 98%. То есть я вот этим вот примером просто хотел показать, как можно использовать вот этот вот параметр sample weight. Далее, вот этот вот метод fit, он всегда возвращает объект, в котором хранятся значения функций потерь для тренировочных и проверочных выборок, а также вычисляемые показатели метрик. Например, если мы вот сохраним то, что возвратит вот этот вот метод fit, и пусть он запускается вот с такими вот параметрами, то давайте посмотрим, что он будет хранить вот в этом свойстве history. Запустим опять же вот эту вот программу. И после трех эпох обучения мы видим вот такой вот словарь. В этом словаре хранятся следующие данные. Во-первых, значение функций потерь на каждой эпохе, показатель accuracy опять же для каждой эпохи, ну и затем вот эта вот проверочная выборка, волос, тоже для каждой эпохи. И кроме того, еще вот это вот есть значение while accuracy, то есть показатель точности распознавания для проверочной выборки. То есть все данные, которые мы видим вот здесь вот в процессе обучения, они сохраняются вот в этом объекте, и затем мы их можем визуализировать. Далее, с помощью такого вот класса sequence можно реализовать свой собственный генератор последовательности для обучающей выборки. Давайте посмотрим на конкретном примере, как это можно сделать. Предположим, мы хотим создать ограниченные наборы выборок для изображения цифр. Для этого я пропишу вот такой вот класс. Пусть он называется digits limit, и наследуется вот от этого базового класса sequence. Далее мы определяем следующие необходимые методы. Ну, во-первых, init, конструктор, где мы сохраняем переданные аргументы, это размер батча, батч-сайз, и выборки, выборка x и выборка y. Причем размер вот этой вот обучающей выборки x и y будет определяться вот этим вот параметром maxLen. По умолчанию берется вся выборка, но мы можем ее ограничивать. Далее необходимо обязательно определить два вот таких вот магических метода. Метод len, который возвращает число мини-батчей обучающей выборки, и getItem, который возвращает текущий мини-батч вот по этому индексу index. Работают эти методы очевидным образом, и я думаю, здесь все предельно понятно. Далее, после того, как вот этот вот класс определен, мы должны создать его экземпляр, ну и затем передать вот этот вот объект sequence уже вот эту вот методу fit. То есть вместо вот этих вот параметров x-train, y-train мы передаем экземпляр вот этого вот класса. Проверочную выборку мы здесь уберем, ну и, соответственно, можем запустить процесс обучения и посмотреть, что у нас в итоге получится. Как видим, обучение прошло успешно, и было использовано только 10 тысяч наблюдений из всей обучающей выборки. А если вот этот вот параметр последний убрать, то будет, соответственно, взята вся обучающая выборка. Ну и получаем вот здесь уже большее количество пакетов, большее количество мини-батчей. Как видите, все достаточно просто. Конечно, это лишь элементарный пример генератора последовательности. На практике имеет смысл к нему прибегать для формирования более сложных наблюдений. Ну и, кроме того, он поддерживает многопроцессорность и параметр shuffle. То есть вот здесь вот на каждой эпохе вот эти вот наблюдения, которые формируются с помощью вот этого генератора, они перемешиваются. То есть в методе fit вот этот вот параметр shuffle, он по умолчанию принимает значение true. И применяется в том числе и к таким генераторам. Ну и дополнительно вот в этом классе можно определить еще вот такой достаточно полезный метод. Он называется onEpochEnd и вызывает в конце каждой эпохи. Например, мы можем в конце каждой эпохи самостоятельно перетасовать вот эти вот наблюдения. Ну и дополнительно я здесь вывел еще вот такое сообщение, чтобы мы видели, что вот этот вот метод действительно срабатывает. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Я вот здесь вот поставлю вот этот вот параметр shuffleFalse. То есть мы будем перемешивать сами самостоятельно. Вот это здесь происходит. Ну и запустим этот процесс обучения. Значит, после каждой эпохи у нас отображается вот такое вот сообщение. То есть действительно вот этот вот метод, который мы с вами прописали вот здесь, он отрабатывает в конце каждой эпохи. И в данном случае происходит перемешивание наших наблюдений. Ну и в заключении этого занятия кратко рассмотрим возможности реализации обратных вызовов функции в процессе обучения модели сети. Конечно, первый вопрос, что это такое и зачем они нужны. Представьте, что мы бы хотели останавливать досрочно процесс обучения, если показатель качества функции потерь снижается медленно. Возможно, мы оказались на каком-то высоком плато, и алгоритм backpropagation не может выйти с этого уровня на более низкий и достичь лучших показателей при обучении. В частности, такое поведение можно реализовать с помощью специально встроенного класса, который называется early-stopping. Например, мы можем это сделать так. Вот этот вот класс я уберу, и вместо него пропишу вот такую вот коллекцию, которая так и называется, callbacks. И в этой коллекции мы реализуем один callback. То есть досрочная остановка, если вот эта функция потерь имеет изменение в 0,5 на протяжении одной эпохи. И далее вот здесь вот в методе fit мы можем вызвать вот этот вот callbacks. То есть это мы можем сделать вот так вот. Написать параметр callbacks и передать вот эту вот коллекцию. Ну а вместо sequence мы здесь укажем x-train и, соответственно, тоже y-train. Вот так вот. Запустим эту программу, и смотрите, что у нас в итоге получится. Проходит первая эпоха, вторая эпоха, и на второй эпохе срабатывает досрочная остановка. Потому что изменение вот этой функции потерь не превышает заданного нами порога в 0,5. Ну, я, конечно, специально взял такой большой порог, чтобы продемонстрировать вам, как работает вот такой вот callback. Конечно, на практике вот этого значения 0,5 это слишком большое значение. Обычно устанавливают где-то 0,01, даже меньше, и смотрят ее на протяжении не одной эпохи, а как минимум двух, а то и трех эпох. То есть, если мы запустим сейчас процесс обучения вот с такими параметрами, то, конечно, весь процесс обучения пройдет от начала до конца, и остановок никаких досрочных не будет. То есть, вот пример того, как можно использовать callback при обучении нейронной сети. Конечно, в Тера существуют и другие стандартные классы для реализации обратных вызовов. Ну, например, вот такие вот. BaseLogger. Для сбора средних значений по показателям метрик. Или вот такой класс, History. Для записи какого-либо события в истории, то есть, статистику во время обучения сети. Часто используется вот такой вот класс, ModelCheckpoint. Для сохранения модели с некоторой регулярностью. Ну, или вот такой вот класс, для досрочной остановки процесса, если отслеживаемый показатель, часто это функция потерь, станет не числовым. Существуют и другие стандартные классы для callback'ов, о которых можно подробно почитать вот на этой странице официальная документация. Ссылка на нее будет под этим видео. Из всего вот этого вот списка довольно часто применяется вот этот вот класс ModelCheckpoint. И давайте на конкретном примере посмотрим, как он работает. Для этого, вот в эту коллекцию callbacks я добавлю еще один callback, используя вот этот вот класс ModelCheckpoint. Здесь вот этот вот первый параметр, это путь к папке с данными. Причем вместо эпох будет подставлено конкретное числовое значение. Значение текущей эпохи. Следующий параметр SaveBestOnly указывает производить сохранение только если показатель качества улучшился. Но вот этот вот параметр Monitor, он говорит, а какой показатель качества мы будем отслеживать. Ну, в данном случае это Loss, то есть функции потерь. Давайте запустим эту программу и посмотрим, что мы в итоге получим. Проходит первая эпоха обучения, вторая, ну и третья. Причем после каждой эпохи мы видим вот такое вот сообщение. То есть у нас улучшился показатель качества, поэтому модель была сохранена на диск. И действительно, вот здесь вот в рабочем каталоге проекта мы видим вот эти вот три каталога. То есть MyModel1, MyModel2 и MyModel3. Это как раз сохраненные данные для нашей нейронной сети. Далее мы можем воспользоваться вот этими вот сохраненными данными. Ну, например, загрузить модель. Для этого используется такая вот функция LoadLModel. Ну и, соответственно, указывается каталог, откуда мы будем загружать модель. Ну и затем мы можем использовать эту модель стандартным образом. Ну, например, вызвать такой метод Evaluate, который вычислит качество работы вот этой вот модели для тестовой выборки. Если вот опять же запустить программу, у нас пройдет процесс обучения в три эпохи. Затем загрузится вот эта вот модель и через нее мы пропускаем тестовую выборку. В данном случае показатель качества будет в 96%. Даже была загружена модель из первой эпохи обучения, поэтому здесь всего 96%. А вот если загрузить, допустим, третью эпоху, метод Fit мы поставим в комментарии, чтобы нейронная сеть не обучалась второй раз. И, соответственно, здесь уже видим качество классикации 97%. То есть после третьей эпохи, естественно, обученная нейронная сеть, лучше обученная нейронная сеть, показывает более лучшие результаты классикации. Помимо стандартных классов, для обратных вызовов можно создавать свои собственные. Для этого достаточно описать класс, унаследованный от базового класса Callback. И уже в этом дочернем классе определить следующие методы. Вот такой метод. Он называется или OnTrain, или OnTest, или OnPredict. И далее идет подчеркивание Begin вызывается при запуске обучения. Ну или тестирование, или прогнозирование. В зависимости от того, какое слово здесь мы используем. И то же самое по всем остальным методам. То есть вот здесь мы можем прочитать их описание. Подробную документацию о том, как создавать свои собственные классы обратных вызовов, можно посмотреть вот на этой странице официальной документации. Она также будет под этим видео. Ну а я для примера приведу класс, который сохраняет данные функции потерь по каждому мини-батчу. И в конце обучения выводит информацию в консоль по первым пяти из них. То есть смотрите, вот здесь вот, перед коллекцией Callbacks мы пропишем вот такой вот класс. Пусть он называется CustomCallback. Ну и наследуется естественно вот такого вот базового класса. И далее мы определяем три вот таких вот метода. То есть мы можем определять не все методы, которые здесь приведены, а только те, которые нам необходимы. Но в данном случае я определил такие методы. Значит, начало обучения, затем конец обработки батча и окончание процесса обучения. В начале обучения мы создаем вот такую вот коллекцию PerBatchLosses. Затем в эту коллекцию после каждого батча сохраняем потери после обработки очередного батча. Ну а в конце обучения мы выводим в консоль первые пять значений, которые сохранили вот в этой коллекции. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Вот здесь вот в коллекции Callbacks мы создадим экземпляр вот этого вот класса. Ну и затем вызовем вот этот вот метод Fit. Значит, вот здесь вот мы уберем комментарий, а вот это вот все можно убрать. Запустим программу. И после третьей эпохи мы видим как раз вот эту вот коллекцию из пяти значений. То есть это значение потерь после обработки очередного батча. Ну и как мы видим, вот эти вот значения они постепенно уменьшаются. То есть вот так вот достаточно просто и легко можно создавать свои классы обратных вызовов и использовать их при обучении нейронной сети. Это достаточно полезный, простой и вместе с тем гибкий инструмент для контроля за процессом обучения и эксплуатации нейронных сетей. На следующем занятии мы продолжим тему тонкой настройки обучения моделей и поговорим о методе Compile. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok